Сельское хозяйство для нашей страны это не просто одна из отраслей экономики. Не имея сверхбогатых недр или выхода к морю, земля это действительно то, что нас кормит. Оттого белорусов и называют трудолюбивыми, ведь именно кропотливая работа в полях – залог успешного пышного каравая. И оттого к этой сфере особое внимание президента. Сейчас уборочная в разгаре, посмотреть за ходом кампании в полях Александр Лукашенко собирается в ближайшее время. А сегодня, чтобы оперативно оценить обстановку по всей стране и принять важные решения, во Дворце независимости провели селекторное совещание. На прямой связи руководители всех регионов. В каждой области, конечно, своя специфика и свои вопросы. Но цель у всех общая – собрать хлеб с минимальными потерями. Время для глобальной сверки часов выбрано не случайно, на счету буквально каждая минута. Потому и разговор с чиновниками можно сказать без отрыва от производства. Страда только набирает обороты, но уже ясно – будет она одной из самых сложных. В этом году из-за погоды технику массово вывели на 10 дней позже обычного. Параллельно сжатого идет второй кострав и уборка льна. Так что рецепт здесь предельно прост. Полная мобилизация усилий и максимальная концентрация на местах. Поручение Александра Лукашенко – завершить уборку зерновых в 20-дневный срок. Планка по урожаю в целом 9,5 миллионов тонн. Плюс восполнить кормовые запасы в каждом хозяйстве и наполнить госрезерв. Одним словом, вот она – самая ответственная и важная пора для аграриев. Ключевые моменты онлайн, разбор уборочной кампании, а также оперативный отклик в регионах в репортаже Натали Брёс. У каждого из них солидный управленческий и аграрный опыт. Не одна кампания за плечами, но вот именно для тандема «Дворник Хатько» – это первая уборочная для одного в должности министра сельского хозяйства, для другого в должности не губернатора Гомельщины, а уже вице-премьера, курирующего АПК. Вы за Гомельскую область обречали, а теперь за всю страну. Все равно за Гомельскую больше душа болит? Ну, наверное, конечно, потому что там все свои годы вложены там. Поэтому, конечно, не безразличенно к этой области. Постоянно смотрю, как она работает. Сегодня самая главная задача – это убрать вовремя. Ну и, конечно, все ждем погоды. Что касается видов на урожай, то министр вторит. Вице-премьеру будет больше, чем в прошлом году. Но с прогнозами явно осторожничает. Сразу вопрос на засыпку министру. Сколько будет урожай? Будет хороший урожай, если мы все дружно его должны убрать. И мы его уберем, естественно. Цифру назовете? Ну, цифру, вы знаете, что я так не люблю. Вот, как бы, прогноз, конечно, я думаю, что более 8 тонн, миллионов тонн мы должны собрать. В эту горячую пору, когда день год кормит, каждая минута на счету. Поэтому разговор о том, как стартовала жатва, был запланирован в режиме видеосвязи. В прямом эфире каждый регион страны. Губернаторы, их замы, курирующие сельское хозяйство, помощники президента по областям. Время на дорогу в Минск и обратно не тратят, актуальной информацией делятся, а заодно и сами, в курсе того, как у других работа спорится. Уборочная кампания в технологическом плане будет непростой. Посилы хорошие, но вот степень их созревания разная. Президент со старта задает высокую планку и темп. Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на 10 дней позже обычного. Значит, если позже началась уборка, ее следует завершить в течение двух недель. Основную уборку за 20 дней мы однозначно должны закончить уборку. Из полей мы должны взять 9,5 миллионов тонн. И рапс, и кукуруза на зерно, и колосовые зерновые, и гречиха, и просто все вместе мы должны стремиться 9,5 миллионов тонн. Ниже 9 нельзя. Капризы погоды не дают аграриям расслабиться. Весенняя засуха, июньская жара. И вот сейчас как раз на старте уборочных работ задождило. Но сетовать на небесную канцелярию дело пустое. Залог успеха складывается, казалось бы, из малого. Четкая организация работы, дисциплина и соблюдение технологий. Если хоть один из этих пунктов провисает, то под вопросом общий результат. Настораживает информация контролирующих органов. Они по-прежнему выявляют массу недостатков, недоработок, откровенное головотяпство, а зачастую приписки. Но это уже нарушение закона. Поэтому генеральному прокурору и министру внутренних дел надо обратить на это внимание. И жестоко за это спрашивать. Не хватает, говорят, механизаторов. Не на должном уровне подготовлены техника и зерносушильные комплексы. Есть трудности с топливом. Из всего этого перечня, который я назвал, особое внимание хочу обратить на обеспечение топливом. Это задача, Наталья Ивановна, правительства. Как всегда, премьер-министр должен персонально отвечать за обеспечение этого комплекса работ. Летний осенний в сельском хозяйстве. Остальное это дело губернаторов. Все регионы включились в уборку. Южная подбирается к экватору компании. Больше трети площадей убрано. На севере и востоке страны подтягиваются. Каждый день прибавляют, ускоряя темп. По аграрии положили в закрома более полутора миллионов тонн зерна. По стране убрано 20% площадей. При этом сегодня урожайность зерна выше прошлогодней. Эта встреча – возможность получить объективную картину из регионов. Темпы работ, состояние техники, запасы топлива, работа зерносушильных комплексов. Ответы дает каждая область. Самый южный областной центр страны и регион, где жатва началась одной из первых. Брещино держит темп. Здесь уже полностью убрали рапсы и обмолотили почти половину зерновых полей. Сдерживают разве что дожди, но еще и сетуют, что подгорели южные районы. Нам необходимо две недели для того, чтобы завершить. Сколько процентов вы убрали на сегодняшний день? Полностью рапс закончили, а колоссовых убрали 43%, 530 тысяч тонн обмолотили зерна. Я так понимаю, миллион двести у вас будет? Да, значит, на полях он есть, поэтому все, надо приложить все усилия, чтобы его собрать. Я очень прошу губернатору, обратите серьезное внимание на качество уборки. Мы все время говорим площади, вот мы убрали процент и прочее. Посмотрите, что творится после уборки комбайнами. Вот дожди сейчас прошли, это будет хорошо видно не только вам, но и мне, и другим специалистам. Я обращаю ваше внимание на потери, возьмите это на контроль. То есть качеству работ на земле самое серьезное внимание. Вот, например, на поле хозяйства Вознесенский стараются не оставлять ни одного колосса. Получают максимум с каждого метра земли. Там, где пшеница выросла, невысокая и прямая работа идет без потерь. Сложнее с обмолотом площадей, которые пострадали от урагана, где ветер помял стебли. Вместе с механизаторами на полях весь день трудятся агрономы. Команда специалистов вместе с экипажами комбайнов, закрепленными за комбайнами, работает ежедневно по технологической части. Каждое утро проверяют технологическую часть и выезжая в поле, к каждому полю подходим индивидуально. На поле также смотрим, как сегодня исправен комбайн, есть потери или нет потери. Если погода тормозит жатву, то дождливое время можно потратить на подготовку техники. Кстати, ее в Южном регионе стараются обновлять. Закупили пару десятков новых комбайнов, но хотелось бы больше новых машин и хотелось бы в этой части больше поддержки. Что касается обновления технического парка, то Бресту вторит Гродно. Губернатор выносит на повестку вопрос о необходимости проработать схемы поддержки аграрии. Президент не против, но оставит четкие условия, что прежде сами сельчане должны смотреть за машинами, эксплуатировать по-хозяйски. И тут четкий акцент для правоохранителей – мониторить ситуацию в каждом регионе и в каждом хозяйстве. Особенно зерноуборочные комбайны. Мы их, конечно, недополучаем, не успеваем обновлять в нужном объеме эту технику. И тут бы, конечно, хотелось бы найти какую-то схему бюджетного кредита, может быть, что-то похожее на это. Для того, чтобы все-таки нам всем регионам как-то помочь в этом плане. С возвратом, естественно, с возвратом. Предложите эту схему. Если это нормальная схема, а вы прекрасно знаете, что нормально, что ненормально. Вы просто очень хорошо знаете. Предложите эту нормальную схему. И вы будете поддержаны. И ваш пример будет перенесен на другие области. Но опять, конечно, для Гродненщины я не хочу так остро ставить вопрос, как по другим областям, по сохранности техники. Но, тем не менее, и на это надо обращать внимание. Вы лучше меня понимаете, что нельзя разгильдя им давать новую технику. И потом, ну я же вижу, сравниваю, у нас 3000 примерно 2,5 фермеров. Так они берут 10-годичные комбайны и еще 10 лет эксплуатируют их. Значит, они хранят свое. Поэтому я и говорю, что милиция обратит на это внимание. Но хотелось, чтобы вы были зачинщиком этого контроля. Словом, будет хорошее хранение техники, хорошая работа, выработка техники. Конечно, будем поддерживать и помогать. Конечно, за счет кредитования, субсидирования, но возвратного. Вы видите, что люди у нас небогато живут, особенно бюджетники, и вы тоже бюджетник. Я не скажу, что вы получаете зарплату примерно или даже сопоставимую с украинскими губернаторами. И не дай бог говорить про российских. Это в 10 раз ниже, и о том уже и больше зарплата. А посмотрите на врачей и учителей. Ну что, мы у них будем забирать зарплату и отдавать пенсионерам? Вот вчера подписал указ, ну хоть на 7% второй раз за год мы обещали пенсионерам повысили пенсию. Деваться некуда, людям надо подтягивать зарплату к тем ценам, которые сегодня складываются. Вы это прекрасно ощущаете. Поэтому давайте вот по технике, чтобы не поднимали вопросы больше. Мы услышали. Наталья Ивановна передаст, правительство возьмет на контроль. Этот комбайн-ветеран ВСПК Гожа трудится уже 11 сезон и еще ни разу не дал сбоев. Весь секрет, утверждает главный инженер Сергей Курочка, в надлежащем уходе за машиной. Строго по графику проходит техническое обслуживание, да и бережная эксплуатация машины тоже играет не последнюю роль. Любая техника очень хорошая, только нужно к ней приложить руки. Этот комбайн у нас отработал 11 сезонов, еще отработает много лет. Ну, конечно, новый комбайн, есть новый комбайн. Самый крупный по площади регион страны и область традиционно в тройке лидеров уборочной компании. Во многом благодаря южному климату треть уже убрана. В этом году появились вопросы по рапсу. Урожайность минимальная, сказалось, прохождение циклона через область. Но от рапса отказываться не хотят. Это кормовая база для животноводства. Президент в который раз напоминает, что уже давно пора пересмотреть структуру посевов. И что мы будем возделывать в Гомельской области? Я понимаю, что у вас по суше было, чем у других. Слушайте, ну у вас что? Погода хуже была по температурным режимам, чем на юге Украины? Нет. И не везде в Украине черноземы. Но они получают как-то урожай и нормально живут. Могу то же самое сказать и по южным областям Российской Федерации. Поэтому сегодня стонать и стенать вам и витебчанам и пенят на Господа Бога не надо. Он поможет, если сами будете шевелиться. Значит, вы убрали рапс. Какова урожайность рапса? Конечно, урожайность рапса у нас составила 10,7 центнера. Мы были подвержены очень сильно. У нас рапс стоял хороший. Мы имели более 17 центнеров. Зачем вы сеете рапс из года в год в убыток? 10 центнеров – это разве урожайность? Это ненормальная ситуация. Поэтому сегодня уже надо думать, как вы будете действовать завтра. Ну и для вас единственное спасение сейчас в пополнении зернового баланса – это кукуруза. Надо думать сегодня о том, как вы ее уберете, особенно на зерно. Работать в ВПК многие привыкли по инерции. Президент это чувствует уже в который раз, бывая в регионах, говорит о необходимости смотреть на перспективу. Климат меняется, и это повод подумать о новых культурах. Что будет завтра? Впрочем, это только начало разговора на непростую, особенно для гомельских аграрьев, тему. Александр Лукашенко анонсировал, что побывает в регионе уже в ближайшее время, чтобы на месте обсудить проблемы области. Самый восточный регион страны Могилевская область из-за холодов и дождей включилась в компанию позже всех. Набирает темпы, чтобы убрать хлеб за установленные для себя две недели, собирается жать даже ночью. Урожай специалисты оценивают как прекрасное. Каравай в этом году станет тяжелее на четверть. Обеспечены техникой, топливом. Оказалось, и кадры нашлись, докладывает экс-министр сельского хозяйства, который теперь руководит регионом. Те договоренности, которые у нас с вами достигнуты, выдерживаете. Вы слово в слово повторили, о чем мы с вами договаривались. Это говорит о том, что вы все-таки добьетесь перелома в Могилевской области и, может быть, и станете там исторической личностью. Очень приятно, что вы понимаете, что там надо делать. Это действительно так. И вот то, что вы говорите по людям, что вы нашли этих людей, это, Владимир Андреевич, пример Гомельской области. В Могилеве с кадрами было не легче. Все плакались, рыдали и стонали. Пришел человек, оказывается, и людей хватает. Просто надо найти людей, которые хотят и умеют работать, им хорошо заплатить, и вам надо будет в два раза меньше этих самых механизаторских кадров. Эти люди будут работать сутками и дадут вам результат. А вот с чем столкнулась область, так это с гибелью озимых в ряде районов из-за теплой зимы. 600 гектаров только в заре Могилевского района. Но хозяйство оперативно переориентировалось, засели яровыми и кукурузой. Для нас зерно и все, что выращено на собственных землях, это своеобразная подушка безопасности. Поэтому мы не можем медлить, необходимо принимать решение незамедлительно, потому что наращиваем производство свинины, крупнорогатого скота, птицы. Такого урожая кукурузы на сегодняшний день в заре не было. Самый северный регион страны, Витебская область, только-только приступает к сбору урожая. Несмотря на то, что эти земли еще недавно считались зоной рискованного земледелия, сейчас здесь собирают больше 10% от республиканского каравая. Кстати, президент обращает внимание всех руководителей на успешный опыт по выращиванию здесь гибридной ржи. Попробовали на экспериментальном поле в Александрийском, все получилось в области. Оценили, ухватились за идею и выращивают такую рожь. Тем более, что на рынке есть спрос на эту культуру. Что у вас с этой гибридной рожью? Вы пробовали ее убирать или вы еще не убирали? Какие виды? Пятый год я работаю с гибридной рожью, начиная от гектара. И мы вышли уже где-то на 10 тысяч гектаров. Гибридная рожь дает прекраснейший урожай. И в этом году, если даже, так скажем, по-среднему выдержать технологию, урожайность где-то порядка 70-80 центнеров на гектаре. Что нужно еще? Так это по итогам уборочной кампании довести объемы государственного резерва зерна до 500 тысяч тонн. В этом году госзаказ вопрос вопросов. Все, о чем договорились с крестьянами, надо выкупить это зерно у них и положить в том числе и в резерв. Этот год и следующий год мы должны восстановить те резервы, которые у нас были. Нам нужен миллион тонн для того, чтобы иметь резерв и накормить народ. Проблем не будет, чтобы люди были с хлебом. В этом году у нас хороший урожай, поэтому по хлебу тут вопросов не будут. Люди будут обеспечены, кондитерские предприятия будут обеспечены. Но хотелось бы, чтобы еще и резерв был не 200-300, а может и полмиллиона тонн. Это же деньги, это валюта. Если хлеб в закромах есть в резерве, это валюта. И кто гарантирует, что у нас через год, через два снова не будет засухи, как в прошлом году, и мы не получим урожай? Никто не гарантирует, поэтому резерв надо восстановить. Минская область – самый хлебный регион страны. Здесь и сеют больше 500 тысяч гектаров. И урожай собирают самый весомый центральный регион, единственный, где получали более 2 миллионов тонн зерна. Это четверть республиканского каравая. Что касается топлива по 133 распоряжению, нам осталось порядка 8 миллионов, чтобы загасить. Мы эти деньги отдадим. Но с учетом подорожания топлива, нам этот кредит обходится по 20% годовых. Конечно, эта сумма большая, в частности по Минской области – 5 миллионов 600 тысяч. Нам дополнительно надо изыскивать средства, чтобы рассчитаться по товарному кредиту. По топливу я уже сказал премьер-министру, он немедленно с сегодняшнего дня приступит к решению этих вопросов. Надо помочь – значит надо. Это не дело, что мы или банки, или что там задушили их вообще. Разберитесь. Уже после видеоразговора с каждым регионом Александр Лукашенко подводит итог. Есть план работы для аграриев и нужно собраться, чтобы достойно пройти этот горячий период. Вот мне сегодня утром глава администрации доложила информацию по ходу уборки и планы, которые поставлены перед сельским хозяйством в плане зерна. Вот этот план, Владимир Андреевич, я не буду повторяться, он должен железобетонно быть выполнен. Требовательность президента понятна, но как иначе, ведь если не взяться за работу в эту горячую пору с утроенной силой, не поднажать будем ли с хлебом? Такой простой вопрос себе должен задать каждый, кто работает на земле. И тут важно все – от заготовки кормов, соблюдения технологий до наличия топлива и ответственности каждого, кто работает в АПК. Я говорил о травянистых кормах. Еще раз хочу ваше внимание на это обратить. В прошлом году неурожайным за эту зиму мы съели все запасы. И не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, у вас там в курганах, весь сенаж, гнилаж, все съели. Нет его. Поэтому надо этот резерв восполнить. В связи с этим, Владимир Андреевич, спрос с вас и с министров, и с губернаторов будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй траншей, сенажных траншей. По топливу мы договорились. Это ответственность лично премьер-министра и правительства. И действительно по топливу и удобрениям, как только возможно, ищите схемы, надо поддержать. Плюс добавилась вот эта техника, особенно зерноуборочная. Но с условием, что хранение нормальное, мобилизуйте милицию. Мобилизовав милицию и комитет госконтроля, мы увидим, как хранится эта техника. Поэтому, Юрий Ходжимаратович, вы, пожалуйста, по-военному подключитесь к этому процессу. Опыт уже есть. Новые технологии. Я уже говорил вице-премьеру, хочу, чтобы губернаторы это услышали. Рулонный пресс, полимерная пленка. Это спасение не только при заготовке травянистых кормов, сеножа и прочее. Это спасение для бездельников. Это спасение. Траву скосил. 60%, 50% или 40%, не знаю кто как. В волок свернул ее и скрутил в рулон, в пленку. Внес консервант. Если не можешь вовремя свести, полежит этот рулон на поле. Но это уже корма. И при том хорошее. Особый вопрос в связи с недобором по нашему плану зерновых колоссовых, кукуруза на зерно, это в этом году тоже не просто спасение. Это хороший задел к тому, чтобы получить около 2 миллионов тонн кукурузы. Конечно, такой разговор у президента бодрит. И это несмотря на то, что многие участники совещания находились за сотни километров. Просто Александр Лукашенко очень щепетильно относится к вопросам уборочной кампании. Поэтому требовательный подход главы государства и задачи, которые ставит Александр Лукашенко, уж точно мобилизует и губернаторов, и местные власти. Каким быть отечественному сельскому хозяйству, каким быть национальному караваю, в конце концов, зависит от вклада каждого региона. Каждого председателя СПК, каждого агронома, механизатора и водителя. И за их тяжелым трудом возможность накормить каждую семью в Беларуси качественными отечественными продуктами. И возможность зарабатывать миллиарды долларов на брендах, которые полюбили в самых далеких уголках мира. Наталья Бреус, Алексей Мартиненок, Вероника Бута, Олеся Высоцкая и корреспонденты агентства теленовостей.